В Мордовии два человека утонули в минувшие выходные. В ночь с 21 на 22 июля спасатели извлекли тело 62-летнего мужчины из речки по улице Центральной в селе Жуковка Зубово-Полянского района. Человека в воде около мостика обнаружила местная жительница, она тут же вызвала спасателей. Но мужчина был уже мёртв. Обстоятельства гибели выясняются. 20 июля утонул 28-летний мужчина в пруду около села Пушкино городского округа Саранск. Он был в компании друзей, приятели отдыхали, купались. Во время очередного заплыва 28-летний мужчина нырнул и потерялся из вида. Товарищи забили тревогу и обратились за помощью по телефону 112. Но прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из воды уже бездыханное тело. По фактам гибели людей на воде Следственный комитет Мордовии проводит процессуальную проверку. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. В опасной ситуации оказалась 11-летняя девочка в Саранске. Она осталась одна в квартире дома по северо-восточному шоссе. Через какое-то время, со слов школьницы, загорелся натяжной потолок в зале. Девочка не растерялась, позвонила маме и рассказала о происшествии, после чего быстро вышла из дома. В это время огонь заметили очевидцы и вызвали пожарных. Приехавшие пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и потушили источник возгорания. Специалисты устанавливают точную причину пожара. Двухквартирный жилой дом в селе Надежде на Ельниковского района остался без крыши из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь увидели жильцы первой квартиры и тут же сказали о происшествии соседям. В тот момент все хозяева находились на придомовом участке. Обошлось без пострадавших. Два смертельных ДТП произошло в Саранске 21 июля. В 5 утра на улице Волгоградской погиб 39-летний мотоциклист. Он был на незарегистрированном мотоцикле. Въехав на кольцевую развязку, не справился с управлением и врезался на скорости в столб. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. На улице Полежаева в 11.30 в столб врезался автомобиль «Шевроле Ниева» под управлением 69-летнего мужчины. По какой причине водитель не смог избежать аварии, выясняют правоохранители. По одной из версий, мужчине стало плохо в пути. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. В минувшую субботу, 20 июля, на дорогах в Саранске пострадали двое 10-летних детей. Одна из аварий произошла около трех часов дня на улице Попова. 38-летняя водитель «Опель Корса» совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. В 21.50 на улице Восенко 22-летний водитель «Лады Приоры» проявил невнимательность и наехал настоящий автомобиль «Черри Тига 7Про», в салоне которого находился 10-летний пассажир. В обоих случаях дети получили небольшие травмы, им оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Все водители были трезвы. Двое детей пострадали в ДТП 19 июля. Вечером около половины десятого в Дубенском районе 13-летний подросток на мотоцикле сбил свою сверстницу. Школьница находилась на правой обочине дороги. В результате ДТП юные мотоциклисты-пешеход получили множественные травмы. Их госпитализировали. Житель Саранска потерял 1 миллион рублей под предлогом инвестирования. В дежурную часть третьего отдела полиции по Саранску обратился 35-летний мужчина, который рассказал о совершенном в отношении него мошенничестве. С его слов он решил подзаработать на электронных торгах. Внес первоначальный взнос на брокерский счет, после чего вывел небольшую сумму. Затем мошенники сообщили, что для увеличения дохода нужно ежедневно перечислять более крупные суммы. В результате с 1 по 13 июля он пополнил счет на 1 миллион рублей. Однако потом доступ в личный кабинет оказался заблокирован. В настоящий момент по факту мошенничества правоохранители проводят проверку. МВД Преспублики Мордовия напоминает, перед тем, как доверить в свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент. Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высокорискованным даже при наличии безупречной репутации компании. В исправительную колонию отправится житель Саранска за сбыт мефедрона. Собранные следственной частью следственного управления МВД Преспублики Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего местного жителя, признанного винованного в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Преступная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками управления наркоконтроля регионального МВД. Как установили оперативники, парень выполнял роль закладчика. Сначала он забрал из тайника в Ленинском районе 39 граммов мефедрона. Затем расфасовал часть наркотика по мелким сверткам. В ходе личного досмотра и обследования дома молодого человека оперативники обнаружили и изъяли наркотические средства, а также упаковочный материал, весы, изоленту, пустые зип-пакеты и мобильные телефоны. На время расследования уголовного дела горожанин находился под стражей. Суд отправил его в исправительную колонию на 7 лет. 35-летний любитель незаконного оружия понесет уголовную ответственность. О противоправной деятельности жителей Саранска стало известно правоохранителям в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Когда полицейские и сотрудники регионального УФСБ пришли с обыском, в квартире обнаружили пистолет, переделанный из сигнального в боевой, банки с порохом, 30 патронов разного калибра, составные части для изготовления патронов, а также бейсбольная бита с колючей проволокой. В рамках предварительного расследования установлено. Огнестрельное оружие молодой человек приобрел в 2014 году у неизвестного ему водителя службы такси, который подвозил его до дома. За переделанный пистолет осужденный заплатил 5000 рублей и хранил его в своей квартире. Часть пороха он нашел около дачного дома, еще часть вынул из строительно-монтажных патронов. По словам горожанина, весь арсенал он хранил для себя, хотя знал, что действия его противозаконны. Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Продолжение следует...